Восточно-экономический форум Восточно-экономический форум На этом форуме несколько акцентов было сделано. Кроме тех соглашений, которые были подписаны, мы серьезно продвинулись в реализации крупного инвестиционного проекта, очень важного для Амурской области. Это строительство нового железнодорожного мостового перехода Джалин-де-Махе, мост через Амур. Этот мост на сегодняшний день обвязан несколькими соглашениями и меморандумами, которые были подписаны на форуме. Это меморандум с правительством Якутии и Кузбасса о грузопотоке по 20 миллионов тонн от каждого из регионов. Это соглашение с Газпромбанком, который готов финансировать строительство этого моста. Это соглашение с компанией БТС Мост. Это наш здесь крупный оператор, который уже практически один мост построил автомобильный в Благовещенске и завершает строительство второго моста через Рекузи. Поэтому эта компания способна построить в кратчайшие сроки, имея уникальный опыт, имея здесь развернутую производственную базу, способна построить этот мост. Договорились о создании рабочей группы, она уже практически финализирована. Мы провели встречу с руководством РЖД, с Олегом Валентиновичем Белозеровым, заручились их поддержкой и заинтересованностью в реализации этого проекта. Поэтому в ближайшее время у нас планы возобновить контакты с китайской стороной. Напомню, что такие контакты у нас начинались еще в 2019 году, до пандемии. Мы этот мост обсуждали, поэтому очень рассчитываем, что в ближайшее время проведем в режиме видеоконференц-связи встречу и обсуждение этого проекта. И надеемся, что он будет реализован. Еще раз повторяю, что проект сложный, дорогостоящий. Проект, собственно, кроме строительства моста, включает в себя развитие предмостовой зоны и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В частности, это ветка от Сковородино до, собственно, Джолинды. Конечно, там потребуется развитие сервисов и бизнеса, потому что колея железнодорожная в России и в Китае не совпадает. И, соответственно, нужно будет строить мощности по смене колесных пар и многое-многое другое. Для Сковородинского района, для Северообласти этот мост будет иметь стратегическое значение, поэтому это объект, с которого я хотел бы начать рассказывать об итогах Восточного экономического форума. Еще несколько крупных проектов, которые были подписаны, это концессия по газификации с компанией «Газпром Теплоэнерго». Вы знаете, что у нас подписана с «Газпромом» программа по газификации до 2025 года, и мы уже сегодня обсуждаем с коллегами продление этой программы до 2030 года. По программе, которая действует сегодня до 2025 года, все объекты идут в графике. Вы знаете, что Циолковский у нас был годом ранее переведен на газ. Сейчас завершается строительство двух газовых котельных в городе «Свободном». По программе, подписанной по концессии с «Газпромом», город «Свободный» получит 6 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию котельных и изменение схемы теплоснабжения. Возможно, от каких-то котельных мы откажемся, переведем эту мощность на другие котельные, на газе. Но вообще, это, конечно, стратегически важное для нас направление. Кроме того, по газификации мы обсудили вопрос социальной газификации, то есть подключение жилых домов, частных жилых домовладений к газу. По городу «Свободному» потребность такая составляет порядка 100 домов пока. Это для нас пилотный проект. Мы начинаем с нуля. И, конечно, этот опыт для нас уникальный и новый. Поэтому здесь опыт, который имеют коллеги из «Газпрома», «Газпром Теплоэнерго», в частности, для нас уникальный, очень полезный. И кроме денег мы получаем в рамках этого соглашения, по сути, уникальный опыт, уникального партнера, который способен этот проект реализовать. Еще один проект крупный, который обсуждался и по которому подписано соглашение, это проект строительства сухого порта. Это станция «Березовка», ближайшая к нашему автомобильному мосту, на который будет инвесторам построен, соответственно, сухой порт. И где будет осуществляться трансформация грузов, приходящих из Китая и уходящих в Китай. То есть по автомосту доставка идет до сухого порта, далее не трансформируется в железнодорожные составы и отправляется дальше по стране. Этот проект лежит в концепции развития предмостовой зоны. Напомню, что она у нас разбита на три этапа. Инвестором является группа компаний «Регион». У нас первый этап уже введен в эксплуатацию, второй – в активной стадии строительства. И вот соглашение по сухому порту – это, собственно, третий этап, так как изначально и планировалось. Поэтому здесь, несмотря на все сложности, связанные с последними годами с коронавирусом, с закрытостью границ, с санкциями последнего года, сконстатируем, что этот проект идет в графике. Но еще раз повторю, что у нас было подписано всего 18 соглашений, поэтому по основным, наиболее важным ключевым я вам очень коротко дал информацию. Василий Александрович, когда Вы презентовали проект строительства моста нового международного района Джолин, ДНВФ, его поддержали другие регионы. А чем конкретно этот проект будет полезен для Амурской области? Ну, как я вам уже сказал, во-первых, это новый транспортный коридор, это создание дополнительно новых рабочих мест, это оживление всего северного нашего кластера. Кроме, собственно, бизнеса, который в себя притянет мост, это, как я уже сказал, это все, что связано с обслуживанием железнодорожного подвижного состава, с трансформацией грузов, это еще и возможность для наших предприятий по более удобному маршруту, по более удобной логистике отправлять наши грузы в Китайскую Народную Республику и дальше. Ну, про какие предприятия на территории Амурской области идет речь? Это Олегненский рудник, это метанольный завод в сковородине, который у нас планируется к строительству, это целый ряд производств более мелких, в том числе по лесной промышленности, поэтому инфраструктура создает возможности для работы бизнеса. И за счет этого моста логистическая цепочка сокращается по некоторым предприятиям на 2000 километров, что, конечно, отражается на себестоимости продукции, на конкурентоспособности продукции, поэтому мост этот очень нужен. Вам хочу небольшой секрет раскрыть. Когда работал еще в Министерстве экономического развития здесь, в Амурской области, эти проекты уже обсуждались. На тот момент, это конец 2000-х годов, были разные позиции по целесообразности строительства этого моста. В том числе были ряд структур, которые не поддерживали, в том числе РЖД. Так спорно относилось к этому мосту с сомнением, нужен ли он. Но сейчас с учетом последних трендов, с учетом разворота России на Восток и поручения президента по расширению пропускной способности восточного полигона, это БАМ плюс Транссиб, напомню, что по поручению президента мы в 2024 году должны 180 миллионов тонн пропустить. И пока работы по расширению пропускной способности РЖД идут в графике. Но вместе с тем видим огромный запрос. И, соответственно, этот мост, он позволяет, не затрагивая инфраструктуру БАМа и Транссиба, значит, с севера на юг сбросить грузы, допустим, с Якутии. Допустим, с Нерингре. В первую очередь это уголь. И с коллегами из Якутии мы подписали соглашение с Ансей Сергеевичем Николаевым на 20 миллионов тонн. Поэтому считаем, что этот мост будет загружен и, соответственно, даст импульс для развития целого ряда производств и на юге Якутии, и на севере Амурской области. А у нас какой объем планируется? Мы пока говорим о 5 миллионах тонн. Но еще раз повторяю, что после того, как изменится логистическая цепочка, увеличится рентабельность продукции. И, соответственно, я думаю, что и новые производства наши будут заинтересованы в использовании этого трансграничного моста. Алексей Александрович, на прошлом Восточном экономическом форуме Владимир Путин дал поручение разработать регионно-мастер-планы городов. В этом году правительство представило свою работу. Охарактеризуйте эти стратегии по выбранным городам, в чем они состоят. Интересно, учитывалось ли мнение населения? И самое главное, как вы думаете, в перспективе они могут как-то вселить оптимизм амурчанам, чтобы они жили здесь, а ток прекратился? — Абсолютно. Все, что делается на Дальнем Востоке, делается для людей, для того, чтобы здесь люди оставались жить, получали здесь работу с хорошими заработными платами, чтобы здесь было жить комфортно. Что такое мастер-планы городов? Это не просто схема перспективного города развития. Это не просто определение на карте, где какие нужно строить активности. Где жилье, где бизнес, где энергетика, дороги. Здесь речь идет, в первую очередь, о взгляде в будущее, как город будет жить, чем он будет жить, какие здесь будут развернуты производства, какая экономика будет. Мы по поручению президента на ВЭФе представили три мастер-плана. Это свободный и благоючинский тында. В графике у нас в следующем году еще должен быть представлен мастер-план Белогорска. По нему работа уже ведется. И еще один мастер-план, который считаем целесообразно в рамках свободненской агломерации представить, это мастер-план Циолковского. По сути, они два города связаны между собой, их экономика значительно пересекается. Но в качестве примера могу сказать, что в Циолковском в этом году завершается строительство взлетно-посадочной полосы, которая будет в том числе использоваться и под перевозку пассажиров, и в том числе под перевозку жителей свободного свободненского района. Это как один из маленьких примеров. Значит, мы действительно представили три мастер-плана. Это первый драфт. После их утверждения на уровне правительства Российской Федерации, по ним будут приняты соответствующие решения о реализации, о финансировании тех проектов, которые представлены в мастер-планах. У каждого города своя специфика, своя особенность. Город Тында, это, конечно, город, связанный с РЖД, с расширением пропускной способности БАМа. Он, конечно, получит дополнительный импульс. Главная, наверное, мысль по городу Тынде заключается в том, что, по нашему мнению и по мнению экспертной организации, которая участвовала в изготовлении этого мастер-плана, целесообразна газификация города Тынды. Там порядка 80 километров нужно от силы Сибири сделать газоотвод. И, таким образом, это не только сможет понизить стоимость оплат коммунальных услуг для населения, но и, в первую очередь, создастся условия для бизнеса. Там целый ряд бизнесов становится целесообразным, опять же, в связи с тем, что более низкая стоимость гигакалорий и киловатт-часа. Кроме того, по городу Благовещенску, конечно, здесь мы, в первую очередь, видим перспективы взаимоотношения с Китаем. Это развитие нашей предмостовой зоны, туризм, продолжение проекта «Золотой мили» и, в том числе, канатная дорога. На продолжение этой темы мы по развитию туризма с Госкорпорацией туризма Российской Федерации подписали соглашение о поддержке еще двух крупных проектах на «Золотой мили». Это строительство гостиницы. Мы понимаем, что гостиницы будут востребованы, как только восстановится туристический поток с Китайской Народной Республикой. И о строительстве спортивно-культурного торгового центра тоже на «Золотой мили». Понимаем, что это лицо страны, поэтому должно быть сделано все на высшем уровне. И здесь, конечно, очень важны федеральные инструменты поддержки, в том числе льготное кредитование. Поэтому такое соглашение тоже было подписано. Ну а город свободный – это, в первую очередь, город, который в ближайшее время будет развиваться в контексте развития газоперерабатывающего газохимического кластера. Вы знаете, что там строятся два крупнейших по мировым меркам завода. Газпромовский завод строится в графике и будет в конце 2024 года выведен на полную мощность. По газохимическому комплексу Сибура сейчас идет немного пересборка этого проекта в связи с тем, что часть оборудования, предназначенного для производства полимеров, это оборудование, которое сегодня под санкциями. Поэтому сегодня коллеги Сибура трансформируют этот проект. Но критических отставаний от графика нет. Мы понимаем, что для города свободного вот эта крупнотоннажная газохимия, то есть это полимеры, а это полиэтилен, полипропилен – это условия для развития производств меньшего уровня, уже для производства конечной продукции. Поэтому, соответственно, и мастер-план города свободного во многом зависит от развития газохимического кластера. Это очень коротко. Вопрос ваш, обсуждалось ли это все с жителями. Да, обсуждалось. Различные социологические исследования проводились, краудсорсинговые платформы. На мой взгляд, еще раз повторяю, это не финальные решения, это только такие крупные мазки, как это, по нашему мнению, должно выглядеть. И после того, как, собственно, эти мастер-планы будут утверждены, мы сможем еще раз более детально с людьми проговорить уже в горизонте планирования по времени, какие объекты в какой год будут строиться. Естественно, еще раз повторяю, все это строится для людей, поэтому принимать такие решения без, собственно, мнения людей, конечно, бессмысленно и нецелесообразно. А какие сроки? Когда они будут готовы? Каждый мастер-план рассчитан до 2035 года, его развитие перспективно. На ВЭФ, как вы уже сказали, активно обсуждалось развитие туризма в области, и один из самых интересных проектов, который мы ждем, это интерактивный парк динозавров на Золотой Миле на территории Трибуна Холл. Так вот, насколько известно, дизайн-проект уже разрабатывается. Что сейчас есть в этом дизайн-проекте, и будет ли там на территории этого парка большая движущаяся фигура динозавра, которую нам обещали? — Да, действительно, тема эта обсуждалась. У нас на данный момент, вы видите, что идет строительство Трибуна Холл, так называемый проект, ну или назовем ее «Новая площадь Ленина» в городе Благовещенске, которая, собственно, примыкает к набережной. Работа идет с графикой, через год этот объект будет завершен и сдан в эксплуатацию. Там, кроме музея динозавров, про который вы сказали, сразу несколько будет крупных сооружений. Там при поддержке Сбербанка строится фонтан, один из крупнейших на Дальнем Востоке, уникальный, он будет там танцующий, с лазерным шоу и так далее. Там будет музей российско-китайской дружбы, и будет, собственно, музей динозавров, о которых вы сказали. Значит, если говорить о том, как это должно с точки зрения закона происходить, то сначала сдается объект подрядчикам в середине 2023 года, после этого мы принимаем на баланс себе вот эти помещения, в которых будут развернуты музеи, заказываем проектную документацию, изготавливаем ее, защищаем в госэкспертизе стоимость, выделяем бюджетные деньги, строим, собственно говоря, внутри убранство музея оборудование. Но мы для того, чтобы не дожидаться вот этой последовательности вот этих процессов, потому что это займет долго, мы проговорили с несколькими крупными организациями, работающими здесь в Мурской области. Я их просто не хочу назвать, потому что на бумаге еще не финализированы эти решения, но такая оферта есть уже, о том, что они готовы, не дожидаясь, собственно, достройки «Золотой мили» уже выделить деньги спонсорски и разработать непосредственно проектную документацию на обустройство всех музейных постранств, и музея динозавров, и музея российско-китайская дружба. На данный момент у нас есть концепция, как они должны выглядеть, исходя из прогнозных площадей, собственно, которых в проектной документации закреплены под строительство. Поэтому там достаточно большое количество активностей, мы привлекали туда специалистов самых разных, и тех, кто понимает в археологии в динозаврах, и тех, кто понимает, как должен работать современный музей, чтобы он действительно был интересный, какие там активности должны быть, значит, на чем сделать все-таки акцент на, условно, на науке или на интерактивности. Поэтому как только это будет финализировано, мы обязательно это общественности представим. Работа идет в графике, я очень рассчитываю, что в 2023 году площадь будет сдана в эксплуатацию, а сами музеи должны быть готовы к концу 2024 года. Ну, какие-то интересные моменты из дизайн-проекта уже можно раскрыть? Знаете, они все интересные, потому что когда начинаешь обсуждать вот такие творческие вещи, там сколько голосов, столько и мнений. И, конечно, сегодня технологии позволяют много сделать интересного в плане интерактива для детей. Мое представление, что это все-таки должна быть более такая развлекательная вещь, то есть должны дети больше с этим знакомиться. Для науки, мне кажется, больше подходит, ну, скажем так, активность в формате взаимоотношений с нашим дальневосточным отделением Российской Академии наук. Значит, вот если говорить уже непосредственно изучение там самих динозавров, останков их и так далее. А здесь, конечно, мне кажется, должен быть более развлекательный подход, причем он должен быть на двух языках, с учетом того, что все-таки будет много туристов. И эти нюансы, там нюансов достаточно много, их тоже нужно учесть. В этой связи отдельное у нас, конечно, внимание вызывает Музей российско-китайской дружбы, потому что, сами знаете, что по ряду исторических моментов есть разные взгляды. И поэтому мы эту работу по формированию концепции музея в обязательном порядке проводим при согласовании с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Минкультурой Российской Федерации и с нашими китайскими партнерами. Хотим, чтобы этот музей нравился всем, и российским гражданам, и китайским. У меня вопрос по строительству жилья. Ни для кого не секрет, что сейчас по вводу лидирует Благовещенск и Благовещенский район. Ну, связан это с близостью застройщиков. А не планирует ли тот же ПИК, с которым вы встречались на ВЭФ, зайти в другие города Амурской области, например, на север, в ту же Тынду? ПИК, по моей информации, на данный момент не планирует. По ПИКу Благовещенске три площадки мы им готовы предоставить на условиях государственного частного партнерства. В чем его суть заключается? Мы предоставляем землю и помогаем с обеспечением инфраструктуры, со строительством социальных объектов. В качестве примера хочу привести северный жилой район. Там в перспективе 550 тысяч квадратных метров жилья должно быть построено. То есть это такой микрорайон на 15 тысяч человек. Достаточно крупный. Там строится будет инфраструктура. Это школа, детские сады, путепровод через железнодорожный вокзал по 50 лет на пионерскую выход и выход далее на КПП. Понятно, с чем связано. Чтобы разгрузить трафик, чтобы наша калининская развязка не была загружена. Она и так сейчас загружена, поэтому надо будет разгружать. И по каждому из вот этих объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры, там строится уже котельная на газе, которая будет обеспечивать теплом этот микрорайон. Значит, это все мы строим с условием, что ПИК построит в определенный срок определенное количество жилья и часть этого жилья передаст под социальные программы. Это в частности под переселение из ветхоаварийного жилья, под детей-сирот, под другие потребности государства. Поэтому в этой части у нас с ними подписаны соответствующие соглашения и они идут в графике и они должны в конце года выйти на площадку. Кроме этой площадки, в Волговеченске им будет представлено еще два земельных участка. По одному мы уже финализировали решение это так называемый проект Серебряная миля. Это еще одна намывная территория в районе Телевышки. Там, конечно, особые требования к застройке, потому что это лицо страны. Там будет по предварительной концепции построено несколько многоэтажных домов. Такие свечки будут стоять, которые будут, на мой взгляд, достойным ответом городу Хэйхэ. Еще один микрорайон, который в перспективе обсуждается, но пока еще по нему решение с ПИКом не финализировано, это так называемая Лазурный берег. Площадка это между двумя мостами строящимися, непосредственно рядом с судостроительным заводом. Там сегодня у нас в графике идет строительство берегозащитного сооружения. Он разбит на два этапа. Первая часть будет завершена уже в этом году. Там такая хорошая набережная получается, аналогичная той, что сегодня у нас Атамура защищает. Там же будут спортивные площадки, баскетбольные площадки. Можно, кстати, по видеонаблюдению посмотреть на видеокамеру в онлайн-режиме. Можно зайти на сайт Минстроя и посмотреть, там все это очень хорошо показано. Там, соответственно, тоже планируется жилая застройка. Там же строит, завершает строительство Газпром по их спонсорской программе физкультурно-оздоровительный комплекс. Там планируется тоже детский сад и так далее. Но по этой площадке мы пока еще с ПИКом не финализировали соглашение. Вместе с тем есть еще желающие на подобные площадки. Поэтому я уверен, что она будет востребована. И, соответственно, даст серьезный прирост по вводимому жилью и с соответствующим качеством. Потому что технологии, которые применяет компания ПИК, они опробированы во многих регионах. Они являются таким ноу-хау для Амурской области. И, конечно, качество жилья там будет совсем другого уровня. Теперь к вашему вопросу по развитию других городов. Видим, что активно развивается свободная и понятная застройка. Есть там хорошие тоже застройщики. Если вы видели Газпромовский городок, там шикарный абсолютно. Компания Сибур в центре города также вышла на площадку строить несколько крупных домов. Наши активно участвуют застройщики. И, на мой взгляд, приход сюда в регион таких инвесторов, как ПИК, это, на мой взгляд, очень хорошо, потому что это создает конкуренцию, это заставляет наших местных, в том числе подрядчиков, тянуться за лидером, применять новые технологии и давать новое качество, чтобы быть конкурентоспособными. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошо. То, что касается развития других городов в рамках мастер-планов это все может обсуждаться. Хорошие планы по развитию города Циолковского, но здесь, как вы понимаете, все напрямую связано с развитием космической программы. Там у нас в графике тоже строится вторая очередь космодрома «Восточный», то есть это стартовый стол под ангару. По плану должна полететь она в конце 23 года. Пока все идет в графике. Недавно мы там были. Ну и, соответственно, потребуется под эту стартовую площадку потребуется персонал, которому нужно жить в соответствующих качественных условиях. Поэтому там серьезные перспективы по строительству. По прочим городам нужно обсуждать. Нужно всегда обсуждать детально, под какие инвестиционные проекты собственно требуется строительство. В Тынде есть потребность по переселению людей из ветхого жилья в зоне БАМ. Эту тему мы регулярно поднимаем на федеральном уровне. Рассчитываем на то, что будет выделено финансирование, соответственно, и после этого можно будет обсуждать, какие объемы, по какой стоимости будут построены в городе Тынде. Но при этом подчеркнул, что людям мало получить комфортное жилье. Люди должны получить высококвалифицированную, высококачественную работу, высокооплачиваемую работу. И здесь, на мой взгляд, у Тынды хорошие перспективы с учетом тех решений, которые принял президент о расширении пропускной способности БАМа. И как следствие, как только увеличится трафик там, то потребуются новые рабочие места, под которые уже необходимо строить жилье. Вот примерно так. То есть жилье не ради жилья, а жилье в том числе должно быть взаимоувязано с инвестиционными проектами. А можно уточнить по Серебряной миле? Вы сказали, что уже к финалу подошли эти все договоренности. Серебряная миля это не только лицо Благовещенска, да, и лицо страны, потому что государственные границы непосредственно напротив жилой как раз зоны Хэйхэ. Там все-таки планируется жилая застройка или в проекте есть какие-то особые элементы, которые будут... Там акцент будет сделан на жилую застройку, но там вы видели, что там в том числе искусственный пляж, сделана заводь такая. То есть это для нас, для Благовещенска, очень важно, потому что Благовещенский скорость течения Амур-Айзеи не позволяет организовать спасательные работы, и как следствие официальные пляжи на Амуре-Айзее открыты не могут быть. Ну а естественно, людям летом хочется провести отдых около воды, и здесь, на мой взгляд, это хорошее решение, которое позволит собственно вот эту потребность у людей закрыть. Поэтому, если вы говорите про социальные активности, вот это одна из них. Ну естественно, там будет кроме собственно жилья будет построена и социальная инфраструктура. Там тоже планируется строительство детского сада, там планируется развитие малого бизнеса, то есть мы при согласовании проектов строительства, естественно, это будет обсуждаться на уровне мэрии Благовещенской, будет выдаваться разрешение строительства, мы обязательно там сделаем акцент на то, что первые этажи зданий должны быть использованы под бизнес, то есть должны быть кафе, рестораны и так далее, чтобы в том числе это было и туристически привлекательно. В итоге у нас получится с вами от порта Благовещенская, то есть условно от улицы Театральная и практически там до улицы какая-то у нас батарея, наверное, да, за год, какая-то у нас улица-то. В общем, туда вот, туда получится такое единое пространство, значит, прогулочное и хорошо обустроено. А сроки? Ну, мы планируем, что это 2024 год, то есть это не ближайшая перспектива, а 2024 год. Сейчас главный акцент у нас это Северный микрорайон. Здесь уже все на финише, здесь мы видим, что инвестор готов выходить на площадку, там уже строится вся коммунальная и запланированная социальная инфраструктура, поэтому этот проект, который будет реализовываться в первую очередь. Можно еще уточнить по поводу набережной, которая, конечно же, лицо нашего города и области. Вот в городе некоторые люди сетуют, говорят, такая красивая китайская набережная, так красиво освещена, может быть, стоит добавить освещение нашей набережной. Есть ли какие-то проекты в разработке, чтобы мы стали ярче для тех людей, которые с той стороны будут наблюдать за нами после открытия границы? Вы когда последний раз наблюдали за Благоническим с той стороны? Давно, к сожалению. Мне повезло, значит, я с корабля как-то у нас было там мероприятие и смотрел на два берега. Ну, конечно, есть куда стремиться, но вместе с тем, Благоническое выглядит очень неплохо. Нельзя сказать, что у нас темнота и мрак, это первое. Второе, значит, мэрия Благоническое многое сделала за последние годы. Вы видите, что многие здания подсвечены и есть планы по береговой линии, практически по всем высоткам, по подсветке. Здесь мешает иногда позиция жителей этих домов, которые говорят, что, значит, нам будет темно, точнее, будет слишком светло, будет в окна бить. Это тоже надо учитывать. Нельзя, так сказать, доставлять радость одним за счет неудобства других. И это правильная позиция. Но вместе с тем, эта работа, я стараюсь тоже в ней участвовать. У нас, вы знаете, заключено консессионное соглашение с компанией СЛС. По этому соглашению целый ряд домов уже подсвечено. Это вот Саровские свечки, три, это удача строя. На мой взгляд, очень неплохо получился вот красный вот этот дом, да, вот в районе стадиона Амур. Значит, у нас будет в этом году, по крайней мере, по планам так, подсвечена телевышка, подсвечена она по современным технологиям, она уже отремонтирована. Деньги на это мы выделяем, в том числе, из областного бюджета. Это не только в рамках консессионного соглашения. Мы готовы выделять. И дальше у нас Центр развития территории, который создан при правительстве Амурской области. То есть, это, по сути, такой дизайн-группа, которая принимает те или иные самые современные решения с учетом энергосбережения, с учетом социальных опросов, кому как нравится, какого цвета и как должны выглядеть эти дома. Эта группа тоже работает. И план по освещению зданий в Благояческенске есть. Очень хотелось бы, чтобы он двигался быстрее. Я понимаю, о чем вы говорите, но, на мой взгляд, за последние несколько лет мы неплохо продвинулись. Если вы по городу поездите, ночью Благояческ выглядит лучше, чем днем, извините, так скажу. Но, естественно, есть куда расти. А вот в продолжении еще этой темы по поводу концессии с компанией СЛС. Когда живешь в городе постоянно, не видишь, как правило, изменений. Уезжаешь, возвращаешься через пару лет, изменения очевидны. А вот когда живешь здесь постоянно, это не всегда заметно. В качестве примера хочу привести следующий. У нас в последние два года, как действует эта концессия, очень большое количество ламп на дорогах дорожного освещения поменены на современные светодиодные лампы, более яркий пучок, белый свет, если вы обратили внимание. Это тоже научно обоснованный подход. Чем ярче свет, чем более освещены улицы, тем лучше чувствует себя общество, тем безопаснее на дорогах, тем безопаснее пешеходам, и тем активнее себя чувствует бизнес, тем спокойнее. То есть начинает развиваться бизнес и так далее. Мы это не придумали. Все это уже придумано до нас, мы просто лучшие практики, которые в стране реализуются, пытаемся здесь реализовать. Здесь, да, мы понимаем, что научно-технический прогресс не остановить, и рано или поздно и мэрия Благовещенской бы поменяла вот эти желтые, тускло светящиеся лампы на белые. Это вопрос только времени, насколько мы смогли сжать с помощью концессии эти решения. Потому что концессионер пришел и почти миллиард рублей вложил, поменяв единовременно эти лампы. А в условиях концессионного соглашения мы лишь зафиксировали, что мы будем платить в течение, по-моему, не помню, по-моему, 10 лет те же деньги, что и платили раньше. Но они, поменяв лампы и сэкономив порядка 40% электроэнергии, окупают все вот эти свои затраты за счет того, что они занимаются энергосбережением. Ну, соответственно, вот это их мат-модель. На мой взгляд, очень хорошая практика. На Дальнем Востоке первая, и нас во многом приводят в пример. Даже на Питерском форуме экономическом получил Благовещенск награду за такое решение. Это решение перспективное, и, на мой взгляд, оно должно быть тиражировано и по Дальнему Востоку. Мы сегодня рассматриваем похожие активности в Свободном, Белогорске, то есть в крупных городах. В ближайшее время собственники данной компании прилетят в Амурскую область, и мы будем с ними обсуждать распространение этой практики на другие территории. Еще бы зелени нам побольше на набережной и бережные отношения к нашим деревьям в Благовещенске. Я согласен. В этом году в Благовещенске с зеленением, на мой взгляд, дела продвинулись очень неплохо. Мэрия сделала правильно, что пригласила внешних экспертов, которые посмотрели, сделали такой аудит того, что у нас здесь растет. Много озеленения хаотичного абсолютно, ненаучно обоснованного, то есть посадили, посадить, пусть растет, а то, что это дерево абсолютно неприменимо к данной обстановке, это как-то не учитывалось. Вот сейчас здесь работа ведется с научным обоснованием. Экспериментом были, помните, липы, которые так сильно обсуждали. Почему именно эти липы? Потому что в России нет такого размера деревьев, поэтому их пришлось закупать за рубежом. Первую зиму они перезимовали, но я бы здесь не стал обольщаться. Значит, надо посмотреть, насколько долго все это продлится. Вместе с тем, у мэрии есть план Б, в том случае, если вдруг эти деревья будут чувствовать себя плохо, то их можно будет заменить. Это все делается в рамках действующего контракта как раз по площади Ленина, то есть дополнительных затрат на это не будет понесено бюджетом. Но в любом случае, надо мэрию похвалить за то, что они смело идут в эти эксперименты, пытаются, так сказать, новый импульс придать теме озеленения. Мы видим, что по улице Горького в том числе они применили новую траву, начинают применять новые газонные решения, рулонные газоны. В этом году в Благовещенске много цветников было, по набережной особенно разбито. Но вы гуляете, все это видите. И очень приятно, и очень здорово, что и бизнес тянется тоже за этими решениями. Потому что, когда цветов много, их, соответственно, люди к ним привыкают, их не рвут, не портят, меньше вандализма, бизнес чувствует себя спокойнее. И многие, вы видите, уже предприятия здесь, малого бизнеса, тоже начинают свои закутки благоустраивать, садить цветы. Это, на мой взгляд, очень здорово. И здесь надо, еще раз повторяю, поблагодарить тех специалистов, кто помогали мэрии Благовещенска принимать вот эти научно обоснованные решения о озеленении в том или ином формате. Если вдруг липы придется заменить, они будут заменены на липы или на другие более морозоустойчивые липы? Вы знаете, это не ко мне. Я в липах ничего не понимаю, к счастью или к сожалению. Значит, почему решение принималось по липам? Там, во-первых, есть гарантийные обязательства по этим липам, в том случае, если они не переживут. Во-вторых, естественно, был проанализирован опыт. Эти деревья, и не только липа, а многие другие, высаживались во многих городах Российской Федерации, не только в Москве, где, конечно, климат другой. Посмотрели опыты Казахстана, Астана и в том числе. Там климат очень похож, даже пожестче, чем наш резкоконтинентальный климат. Зимы более тяжелые, и они там прижились. Поэтому это нормальный процесс. Я к своему удовольствию большому вижу, что пока все эти деревья живы. Посмотрим, как будет дальше. Дай бог им здоровья, так сказать. Пусть они растут и радуют наших горожан. Василий Александрович, у меня вопрос по-благовещенскому опять. Но на этот раз такой логистический вопрос. Сейчас строится новый мост Черезею. Недавно произошла стыковка двух его частей. А что будет со старым мостом Черезею? Планируют ли его? Давно говорят, что капитально отремонтируем. Когда уже отремонтируют? Есть ли на это деньги и какие планы? Есть готовая проектная документация по этому мосту. Естественно, мы будем его капитально ремонтировать после того, как будет запущен новый мост. По плану у нас мост будет запущен через год, 23 год. Там все идет в графике даже с опережением. Напомню, что такие объекты строятся по нормативам в 4 года. Мы его построим за 3 и построили бы еще раньше, за 2,5, если бы не поводок. Поводок, собственно, строительстве моста не отразился, но отразился на строительстве подходов. Там почти 10 километров подходов. Помните, прошлый год там все плавало на 2 метра воды. Конечно, требуется дополнительное решение, которое гарантирует, что построенная инфраструктура, подход к мосту не пострадает. С первой зимой не будет проморозки грунта и, соответственно, не будет искажения земляного полотна. Поэтому здесь проектировщики все просчитали и в следующем году этот мост будет завершен. В любом случае. Финансирование по нему есть. Буквально недавно было дополнительное решение на 4 почти миллиарда рублей, на 3 миллиарда 900 миллионов рублей в уделении из федерального бюджета. Связано это с тем, что за последние несколько лет произошло удорожание строительных материалов. Поэтому этот мост на контроле у президента и нас хуснули, Марат Шахиданович поддерживает, курирующий вице-премьер. Поэтому здесь с финансированием все в порядке и подрядчик очень сильный. Естественно, после того, как этот мост будет завершен, мы приступим к проработке вопроса выделения финансирования из федерального бюджета на капремонт старого моста. Это тоже достаточно дорогостоящее будет удовольствие, несколько миллиардов рублей точно. Постараемся провести эти работы без перекрытия движения. Но вообще по концепции, в связи с тем, что новый мост заходит у нас в центр города по улице Горького. Вы, кстати, видите, что у нас большие работы по улице Горького проводятся. Там и полная замена сетей, чтобы впоследствии не перекрывать движение и по благоустройству, и ремонт фасадов там идут. В следующем году мы планируем, кстати, выделить грант Амурской медакадемии на ремонт фасада их основного корпуса. То есть все должно быть хорошо подсвечено, покрашено. То есть это лицо города. По этому мосту, в связи с тем, что он заходит в центр города, будет передвигаться легковой транспорт. А старый мост будет использоваться под грузовой транспорт. Вот такая концепция. Платной этой дорогой не будет, потому что недавно к своему удивлению слышала такие разговоры. Это действительно обсуждалось. У нас есть такие примеры в России, когда строится инфраструктура в рамках концессионного соглашения и одним из источников финансирования этих концессий является оплата за проезд. И я вам скажу, что часто мотаюсь по центральной части России, построены шикарные абсолютно дороги. Абсолютно шикарные. Я в Европе таких не видел. В том числе вот эти платники. То есть и люди этим пользуются, и негатива никакого нет, потому что действительно качество такое, что за этот проезд 100 рублей можно и заплатить. Но в нашем случае этот мост, эта альтернатива старому мосту, это в том числе и вопросы государственной безопасности. Потому что мы помним события, когда мост старый просела плита, какой-то коллапс вызвала транспортный. Помните, какие неудобства. Это еще раз повторяю, это еще и безопасность страны. То есть не дай бог, что случится, у нас должен быть альтернативный проезд. Это президент все услышал, одобрил, и поэтому финансирование выделено нам значительно раньше, чем планировалось изначально. Поэтому мы видим, что в результате этого решения президента мост уже практически в следующем году будет завершен. В продолжение дорожной темы НАВЭФ подписали соглашение по строительству путепроводов. Так в итоге, когда начнем строить? Мы в НАВЭФ подписали концессию по строительству первого путепровода. Это путепровод в Новобурейске. Начнем строить в этом году. Предварительно, это конец ноября, начало декабря, подрядчик выйдет на площадку. Срок специально зимний выбран для начала работы, потому что первая часть работ будет связана с выемкой грунта и завозом инертных материалов. Карьеры все отведены, мощности все здесь. Подрядчик тот же, это компания БТС Мост. У них здесь большая группировка, более 800 единиц техники, полторы тысячи человек работают на строительстве моста сейчас через Дею. То есть, они перебазируются, начнут строить путепровод Новобурейский. Здесь концессия. В чем ее фишка? Грузовые автомобили будут платить, а в легковые нет. И вот это один из элементов, когда, соответственно, эта окупаемость моста будет в том числе производиться за счет оплаты грузовиков. У нас вообще потребность в шести путепроводах через Транссиб, один из которых мы уже с вами обсудили. Еще три, это Завитинск-Варжаевка и Серышева. Значит, по ним у нас тоже есть дорожная карта в течение двух лет мы начнем строительство. Нормативный срок строительства таких путепроводов два года. То есть, если мы говорим с вами о Новобурейске в начале, в конце 22-го, то, соответственно, конец 24-го должен быть введен в эксплуатацию. Для нас это не просто развитие транспортной инфраструктуры, это еще и решение проблем пропускной способности Транссиба. С учетом того, что я уже неоднократно сегодня говорил, мы видим, что сокращается межпоездной интервал. Это все влияет на безопасность движения и пассажирского, автомобильного, и железнодорожного транспорта. В этом году мы, к сожалению, констатировали, что у нас были ДТП с летальными исходами из-за нарушения как раз пересечения этих одноплоскостных железнодорожных переездов. Это недопустимо. И вот основные населенные пункты, про которые Русска, они должны быть обеспечены такими путепроводами. Кроме того, будет построен путепровод в Белогорске и будет построен путепровод в городе Благовещенске. Он дорогой, 4,5 миллиарда рублей, но здесь он больше связан с жилищной застройкой, с перспективами развития северного жилого района. По последним двум путепроводам Белогорск и Благовещенск будут применены механизмы льготного финансирования в рамках так называемой дальневосточной концессии. Это тема, которая курируется с Юрием Петровичем Трутневым. Минвосток развития является главным распределителем бюджетных средств. Мы на АВФ подписали соглашение о выделении финансирования под строительство этих путепроводов. Поэтому здесь тоже у нас идет в графике все, идет проектирование путепроводов. В частности, Вожаевка и Заветинск у нас в четвертом квартале, то есть там условно ноябрь-декабрь выйдет из госэкспертизы. Уже повторно, уже заходила проектная документация в госэкспертизу, получили замечания, по этим двум путепроводам. Здесь пока финмодель не определена. Возможно, это будет так же концессия, как и по Новоборейску с взиманием платы с грузовиков. А возможно, это будет просто капитальный грант, как строится мост Зейский, сегодня большой мост, то есть просто федеральное финансирование с софинансированием из областного бюджета. Здесь пока еще не могу точно вам сказать, но в любом случае это событие конца первого квартала 2023 года. Поэтому ждать осталось недолго. Хочу немного по другой теме спросить. На ВЭФ, несмотря на плотный график, тогда было масса всего охвачена, в том числе встреча с представителями Роснедр. И тема, которую вы очень активно поднимаете, отставите, это санкции к недобросовестным недропользователям. Какие удалось озвучить предложения, на каком этапе эта работа? Очень хороший вопрос. Нас эта тема очень беспокоит. Это федеральные полномочия по лицензированию золотодобытчиков. Я здесь хочу вступиться за отрасль. У нас есть много предприятий, и крупных, и мелких предприятий, которые выполняют все требования экологического законодательства, работают с хорошей рентабельностью и создают рабочие места, платят налоги. К ним никаких вопросов нет, только слава и благодарности. Вместе с тем, есть целый ряд предприятий мелких, в первую очередь, которые, скажем так, не исполняют экологическое законодательство, портят реки, вызывают огромный социальный негатив. И мы с этими предприятиями боремся и будем бороться. У нас, напомню, в течение уже четырех лет действует мораторий, четвертый год действует мораторий на использование иностранной рабочей силы золотодобычи. Мы этот мораторий будем выдерживать и впредь. Значит, у нас за последние годы значительно мы активизировали работу по профилактике вот этих правонарушений. Значит, одним из, одной из эффективных мер является не только штраф, вы часто видите в средствах массовой информации, мы публикуем информацию на какую организацию, на какую сумму. Это десятки и сотни миллионов рублей оштрафовали. Но это не самоцель. Задача не допустить этих нарушений, а не просто их оштрафовать. Наиболее болезненным для таких нарушителей решением является отзыв лицензии. И у нас только в прошлом году, извините, в этом году, только вот за 9 месяцев уже на память 115 лицензий было отозвано. И это не предел. У нас правило четко сформулировано для всех. Мы всех собирали золотодобытчиков и сказали, мы вас всех любим, мы уважаем, работайте на здоровье, но будьте улюбезны соблюсти экологическое законодательство. Встреча с Роснедрами, которая происходила, мы еще раз подняли тот вопрос, который уже в течение нескольких лет предлагаем вынести на уровень федерального правительства. В Амурской области большое количество лицензий, чрезмерно большое количество лицензий, так называемых поисковых лицензий, выдано. Сегодня 30% площади Амурской области, более 200 тысяч километров, квадратных километров, покрыто лицензией. Это, на мой взгляд, чрезмерно много. Большинство из этих лицензий, так называемые поисковые лицензии, смысл этой реформы на федеральном уровне был понятен и прост. Задача была дать возможность добывать золото всем, кто хочет это делать в рамках закона. Но при этом обратная сторона медали заключается в том, что в золотодобычу полезли все, кому не лень. И те, кто вообще ничего золотодобычи не понимает. В итоге поисковые лицензии, как она должна работать? Вы получили по упрощенному порядку поисковую лицензию на какой-то участок, приехали, провели исследования геологические, приехали в Роснедра, защитили баланс золота, который там есть, согласовали паспорт проекта добычи золота, в который себя включает и в том числе строительство различных защитных сооружений, дамбы и прочее, чтобы вода отстаивалась и потом чистая вода уже забрасывалась обратно в реку. Но этого не делают и сразу, получив поисковую лицензию, начинают добывать зачастую варварскими способами. Пригнали экскаватор, промприборы начали, соответственно, мыть золото, невзирая ни на какие требования экологического законодательства. Вот с такими предприятиями мы боролись, боремся и будем бороться. А что мы с Роснедрами обсуждали? Первое, это решение о введении моратория на выдачу лицензии на территорию Амурской области. И второе, это более жесткие санкции по отзыву лицензий у тех предприятий, которые нарушает экологическое законодательство. Очень позитивно прошла встреча. Я очень рассчитываю на то, что такие решения будут приняты в ближайшее время. С полей ВФ прилетела еще одна замечательная новость о том, что в области появится солнечный парк. У области, как мы узнали недавно, высокий гелиопотенциал. Так вот, какие проекты, новые проекты, будут питать этот солнечный парк? Кто этим будет заниматься? И вообще, чем обусловлено такое решение строить в регионе вот такой необычный парк? У нас действительно очень яркое солнце. 300 дней в году, вы знаете. Значит, при этом есть потребность в обеспечении тех или иных участков, в частности, резидентов ТОРов, электроэнергии. Поэтому подписали соглашение. Оно представляет из себя строительство в районе села Ровное, это благореческий район, вот такого парка на солнечных батареях. Мощность всего порядка 20 мегаватт. Это первый этап, вообще два этапа предусматривается. Площадь пока 15 гектар отведена. Подал этот инвестор, это Экэнерджи, компания называется, заявку на включение в ТОР, и электроэнергия будет направляться собственно резидентом ТОРа, президентом ТОРа Преамурская, который себя включает несколько территорий. Это собственно предмостовая зона, это вот площадка Ровная, поэтому в следующем году должно начаться строительство, в 2024 году должно быть введено эксплуатацию. Для нас это новшество, но вместе с тем с учетом так сказать мировых трендов по зеленой энергии, сейчас конечно немного ситуация поменялась, особенно в Европе связанной с последними политическими событиями, но вместе с тем я думаю, что человечество никуда не денется и будет принимать решения по защите окружающей среды. Противно, в случае мы просто не сможем существовать на планете Земля. Здесь конечно альтернативная энергетика это очень важный элемент и мы очень приветствуем таких инвесторов, которые в Мурскую область заходят. Возвращаясь к теме глобального потепления, глобальной экологической повестки, сегодня все, что происходит с наводнениями, а за последние несколько лет они практически ежегодно повторяются, причем повторяются каждый год с новыми метеорекордами и гидрологи и экологи все констатируют, что такого не было за всю историю метеонаблюдения. В этом году, кстати говоря, в Тынде два дня подряд по 100 миллиметров осадков, на трех день 50 миллиметров, и того за три дня 250 миллиметров осадков в итоге затопило те территории, которые даже никто при строительстве города Тында, это новый город, молодой, который был спланирован лучшими советскими проектировщиками, затопило те территории, которые в принципе никогда не должны были быть затоплены. В чем ученые сходятся? В том, что это все результаты глобального потепления, растаяла часть шапок ледников, соответственно, полярных льдов, и эта вода, она сегодня циркулирует в атмосфере, рано или поздно она где-то падает на землю, создавая вот такие проблемы. Но из же повестка зеленая энергетика это очень важно. Мы приветствуем такого инвестора, рассчитываем, что в 2024 году этот парк заработает. К социальной теме я хотела бы вернуться на последнем прямом эфире, который вы у нас были в студии, обсуждали меры поддержки населения. Вы предложили создать социальные карты. На ВЭФ этот вопрос тоже обсуждался. Расскажите, каковы успехи и что это за будут карты? Собственно, успехи какие? Мы встретились с несколькими банками, я их не буду называть, там и Почта банка, и Звербанк, и целый ряд других. Проговорили о том, что это может быть в коллаборации эта тема. Значит, несколько банков могут участвовать по этим социальным картам. До конца года задача правительства эти социальные карты внедрить. Эти карты будут использоваться и под меры поддержки граждан, то есть это то, что выплаты идут из бюджета и под транспортные карты и так далее. То есть считаем, что вообще этот инструмент уже в нескольких регионах реализован. Считаем, что он успешный. проанализировали этот опыт, считаем, что он нам нужен. Будет называться социальная карта амурчанина. До конца года будет это решение внедрено в жизнь. Карта москвича? Нападаем. О мерах поддержки. Снова к золотодобытчикам хотелось вернуться, только теперь, наверное, уже к добросовестным. Понятно, что снижение там курса валют повлияло на работу и вообще, наверное, не часто говорят о мерах поддержки предприятий золотодобывающей отрасли, но тем не менее, на ваш взгляд, вы эту тему также затрагивали, да, что необходимо? Вообще, конечно, последние события вот этого года, особенно санкции, все, что с этим связано, закрытие рынков международных, они, конечно, по целому ряду отраслей ударили. И по сельскому хозяйству, в том числе, допустим, по продаже нашей продукции, сельхозпродукции по сою. Если, условно, хозяйство зимой продавали, условно, тонну соя за 50 тысяч рублей, то сегодня за 30. Конечно, это отражается на рентабельности хозяйства, чем связано, с повышением курса рубля, в том числе, то есть для каких-то отраслей повышение курса рубля это хорошо, для каких-то не очень. И поэтому такие проблемы испытывают, подобные проблемы, связанные с санкцией, испытывают разные отрасли и золотодобыча, в том числе. Здесь, конечно, надо также учесть, что нельзя менять правила игры из-за одного года. Нужно внимательно посмотреть, спрогнозировать, что будет происходить впредь, и после этого только корректировать решения, меры поддержки и так далее. Но вместе с тем, на наш взгляд, одним из решений, которое требует корректировки, является решение Центробанка России, которое ввело 15-процентный сбор за продажу золота от коммерческих банков. То есть золотодобывающее предприятие продает сначала коммерческому банку, а тот продает Центробанку. И вот Центробанк ввел, соответственно, 15-процентный сбор дополнительный, который, на мой взгляд, на наш взгляд, считается не слишком эффективным. У нас золотодобывающее предприятие и так находится сегодня в непростых условиях, связанных в том числе с укреплением курса рубля, с невозможностью или со сложностями дополнительными по комплектации импортными, запасными частями и так далее. Но из хороших новостей, последние годы золото, являющееся с точки зрения экономической теории абсолютно ликвидным активом, было всегда востребовано и последние годы показало очень хорошую цену и предприятия работали с очень хорошей рентабельностью, имея соответствующую подушку безопасности, которая позволит им этот непростой период пройти. Вместе с тем провели соответствующие встречи в том числе с представителями правительства Российской Федерации. У Андрея Ремовича Белоусова, зампреда правительства, он курирует антикризисный штаб. Регулярно по видеосвязи проводятся такие обсуждения, какие меры поддержки для той или иной отрасли в разрезе субъектов или в целом по стране необходимо применить. Поэтому мы эту тему озвучили и очень рассчитываем на то, что эти решения тоже будут приняты и, соответственно, это поможет нашей золотодобывающей отрасли, которая является одной из важнейших для нас бюжетообразующих. Сегодня мы видим, что у этих предприятий снизилась прибыль, и, как следствие, снижается налог на прибыль. Мы считаем, что эти предприятия нужно поддержать на федеральном уровне через отмену такого решения. Ежегодно на ВЭФ вы обсуждаете застройку Благовещенска. И на данный момент Благовещенск уже настолько разросся, что практически слился с чагирями. Осюда вопрос. Все-таки планируется присоединение чагирей к Благовещенску и ведется ли сейчас какая-то работа в этом направлении? Я уже неоднократно по этому поводу говорил. Да, эта тема назрела и перезрела. И сегодня это создает больше проблем для нас в связи с тем, что хаотичная застройка чагирей требует... Люди очень недовольны. Построили там много коттеджей, там не развита транспортная инфраструктура. Кстати, в качестве примера там улица Воронкова, если не ошибаюсь, мы построили буквально в прошлом году по нацпроекту мы видим, что она сегодня новая улица, которая по сути стала альтернативным маршрутом, она уже сегодня перегружена и требуется ее расширения. А с учетом перспектив застройки на несколько компаний там собираются строить многоэтажное жилье на чагиринских полях, там конечно требуется и социальная инфраструктура, и коммунальная инфраструктура и так далее. И когда по плану будет достроен северный жилой микроорган, там целый кластер такой получается с большой жилищной застройки, который должен быть на мой взгляд чагиринские поля должны быть присоединены к городу Благовещенску, тем более, что это явно застройка не сельская, то есть это застройка многоэтажная и требующая соответствующих решений и подключению к городской инфраструктуре. Потому что конечно это две территории, которые будут связаны между собой, но при этом законодательство очень четко прописывает алгоритм вот таких решений трансформационных, мнение жителей является обязательным, и поэтому для того, чтобы финализировать эти решения, необходимо провести все плебесциты, то есть собрать общественное мнение, референдумы и провести соответствующие голосования. Такое поручение мной дано и мэру города Благовещенск и главе Благовещенскому району, такая работа ведется, но еще раз повторяю, что все будет зависеть от мнения жителей. Надеюсь, что они эти решения поддержат. На первом этапе я думаю, что достаточно присоединить чагиринские поля к городу Благовещенску и, соответственно, планировать там, как положено, с перспективами вот эту же личную застройку. Скажите, амелиорационный вопрос учитывается? Мы видим, что застраиваются поля, а потом ключи бьют из разных мест, собственно, затапливают эти дома. Ну, естественно, учитывается, но еще раз хочу вернуться к теме глобального потепления. У нас каждый год метеорекорды, и мы сегодня не имеем просто физические возможности, научные возможности их обосновать, когда в следующий раз откуда у нас пойдет вода. Промерзание грунта в новых местах возникают те или иные родники, которых раньше никогда не было, и, как следствие, конечно, для этого необходимо четко, научно обосновать, значит, когда и где что произойдет в перспективе. Сегодня такого абсолютного экспертного мнения не существует, к сожалению. Поэтому мэрия Благовещенская проводит целый ряд мероприятий, в частности, здесь по Благовещенску, по замене ливневой канализации, вы все это видите. Мы, когда выделяем средства на ремонт дорог, в первую очередь, магистральных дорог, обязательным условием является замена всех коммунальных сетей и ливневой канализации, в том числе с увеличением диаметров труб, для того, чтобы она могла потенциально справляться с ливневыми водами. По Чигирям тоже эта тема обсуждается, и не только по Чигирям. Значит, по Чигирям есть решение по углублению и сбросу в ЗЕ, и, соответственно, вот углубление этой Чигиринки, ее расширение пропускных способностей, и сброс туда, в том числе, воды от Чигиринских полей. Это прорабатывается. Можно еще по жилищному вопросу. Вот, собственно, мы говорили, что идет стройка, Владимир Путин продлил дальневосточную ипотеку, но все равно здесь еще есть проблемы. Допустим, когда молодые специалисты приезжают на село, порой им негде жить, либо вот фонд, который предоставляется в неприглядном состоянии, скажем так, жить там невозможно, вот может как-то правительство помочь в этом вопросе, либо он вообще отсутствует, да? Очень хороший вопрос. Значит, смотрите, первое. Правительство России внедрило уникальный инструмент для Дальнего Востока, дальневосточной ипотеки. У нас дальневосточная ипотека и на сумму 20 миллиардов рублей на данный момент в Морской области воспользовалось 4800 семей, то есть 4800 квартир. Это инструмент работающий, я абсолютно приветствую решения, которые были озвучены президентом на ВЭФе о продлении этой программы. Значит, но это не единственная мера поддержки, которая есть на территории Морской области. Кроме дальневосточной ипотеки, вы знаете, это еще и социальная ипотека и ипотека для молодежи и так далее. но у нас для ряда территорий и для ряда категорий граждан, например, для специалистов в сфере здравоохранения есть дополнительные меры поддержки для молодых специалистов, которые выходят работать на сельхозпредприятии. То есть, мы берем на себя и часть процентов, это уже за счет областного бюджета, по льготной и без того льготной ипотеке всего 2%, напомню, ставка по дальневосточной ипотеке и берем часть первоначального взноса. Буквально сегодня мы с коллегами из правительства обсуждали, в ближайшее время это будет озвучено. По ряду территорий, где наблюдается наибольший дефицит специалистов в сфере здравоохранения, им будет предложено воспользоваться этой дальневосточной ипотекой, в том числе мы на себя возьмем 15% первоначального взноса, до 300 тысяч рублей этот взнос может быть, и соответственно обслуживание процентов на срок на 5 лет. В ближайшее время это будет финализировано и выдано в средства массовой информации. Для чего это нужно? По дальневосточной ипотеке комфортно проживать в той территории, где работает. Ограничения по сумме и по срокам нужны для того, чтобы люди, условно нужно приехать человеку в Ромны, значит специалист должен приехать, он должен там купить жилье, там проживать, ну и соответственно мы готовы на такие дополнительные решения пойти. То же самое делается и по сельхозпредприятиям, по молодым специалистам в сфере сельского хозяйства. Здесь хочу отметить, что целый ряд предприятий у нас начали строить, сельскохозяйственные предприятия, начали строить жилье под работников. Хочу отдельно отметить Бориса Глебко, село Романов, КФХ Романов, буквально недавно мы там были, молодец, 20 домов, шикарные дома, с площадью чуть больше 100 квадратных метров, евроремонт, точно молодой специалист там будет жить. Стоимость квадратного метра 60 тысяч рублей. У нас есть мера поддержки для таких предприятий, значит мы 20 тысяч рублей из областного бюджета компенсируем. И видим сегодня большую заинтересованность от крупных сельхозтоваропроизводителей, которые понимают, что одна земля сама по себе не родит, урожай, нужно, чтобы там кто-то работал, нужна молодежь, и готовы абсолютно строить это жилье и в дальнейшем. Мы видим такую программу на следующий год. Более того, дополнительным решением на следующий год будет из областного бюджета выделено дополнительное финансирование на обустройство этих населенных пунктов, где будут строиться подобные жилье, в частности, асфальтирование, в частности, освещение. Будет сделана программа, она озвучена будет у нас в ноябре месяце с перспективой на ближайшие три года. Но приоритет будет отдан тем населенным пунктам, где есть вельхозпредприятие, строить жилье под своих молодых работников. Пожалуйста, такие инструменты у нас есть, и мы готовы с областного бюджета поддерживать таких застройщиков. Василий Александрович, можно еще частный, но важный вопрос, как журналисты все-таки чувствуют свой долг это озвучить. Недавно были северные командировки, затоплены Ивановки, которая пострадала больше всего. И, конечно, настроение депрессивное, настроение безысходности, потому что опять затопило, снова потерян урожай. В этом году еще и право урка был слишком сильно загрязнен как раз-таки в результате работы золотодобытчиков. И мы видели, как куча бытовой техники стоит на выкид просто. И из 56 домов, которые обследовались, всего лишь 3 были признаны непригодными. То есть люди понимают, что они будут жить здесь и дальше. Извините, откуда у вас такие данные? Что всего 3? Сельсовет дал такие данные. Не верите сельсовету? Поделитесь данными. Комиссия еще не завершила работу. Значит, там не так просто все. Не так просто признается жилье аварийным. Проводится международная комиссия. Она сегодня проведена. В ближайшее время результаты будут финализированы. Я просто на память точно могу сказать, что там точно нет рядов. Ну, я вас перебью. Есть какие-то планы по поводу этого села конкретные, может быть? Значит, смотрите, еще раз. Не надо себя обманывать. Это самое главное. Значит, если село у нас расположено в зоне затопления, а мы границы зон затопления, вы эту тему знаете, значит, 3 года эту работу ведем. В этом году по всей области будет завершена работа по зонам затопления. На память там порядка 250 населенных пунктов. Значит, в этих зонах затопления жить нельзя. Вопрос только времени, когда затопит. Каким образом можно решить вопрос? В каких-то случаях строится берегозащитное сооружение, как, например, вот в Благовеческом районе. В каких-то случаях есть возможности отселять людей, в том числе предоставляя меры поддержки. Кому предоставляются? Тем, кто по факту уже утонул. Значит, у нас за последние несколько лет мы, принимая решение о предоставлении выплат на приобретение нового жилья, ставили условия, не ограничивали по географии. Хочешь в Благовещенск переехать, нет вопросов переехать. Единственное условие было, значит, два было условия. Первое, ты не имеешь права покупать жилье в зонах затопления, чтобы тебя повторно не утопило. А во-вторых, то жилье, которое было повреждено, ты обязан передать в муниципалитет. А мы его уничтожаем. Для того, чтобы не перепродавать третьим лицам и снова не переселять людей из того же самого жилья. То есть, очень простые правила. Более того, эти правила взяты на федеральный уровень от Амурской области, как наши на УХАУ, уже тиражерны по всей стране. Значит, после наводнения текущего года еще одно предложение мы внесли на федеральный уровень. Я надеюсь, что оно будет поддержано. По крайней мере, Михаил Владимирович Мишустин, который совещание проводил, соответствующее поручение дал. И сегодня коллеги из Министерства Российской Федерации, правительства Российской Федерации эту работу проводят. В чем его суть? Не дожидаясь ЧАЭСа, необходимо предоставить меры поддержки гражданам, например, как по аналогии с дальневосточной льготной ипотекой, для тех людей, кто проживает в зонах затопления. Хочешь переехать, пожалуйста, есть льготная ипотека. Мы готовы ее субсидировать, так же, как по примеру тех или иных социальных работников, например, врачей, о чем я уже говорил. То есть, надо дать людям возможность переселиться в территории, где безопасно. Теперь по поводу населенных пунктов, как Ивановка. Мы понимаем прекрасно, что не все люди хотят уезжать с насиженных мест. Понимаем прекрасно. Детство там прошло, родители жили где-то там, могилы, значит, все это понятно по-человечески. Но обманывать себя не нужно. Мы ничего не сможем сделать с текущим изменением климата. Ничего не сможем сделать. Может быть, мы немножечко отойдем от экономических вопросов, от вопросов наводнения. Поговорим о культуре. Хотелось бы сказать вам спасибо от жителей. Мы знаем о том, что при вашей инициативе активной было написано письмо в театр Вахтангова. И благодаря вам этот театр к нам приехал, производит здесь фурор. Люди в восторге, просто полные залы. Скажите, вам самому-то удалось сходить хотя бы на один спектакль? Я вот только хотел сказать. Значит, во-первых, здесь надо поблагодарить Сергея Новожилова, нашего бессменного руководителя «Амурской осени». Он действительно большой молодец. Уже многие годы не бросает этот проект, несмотря на все сложности. Последние годы очень тяжелые были из-за коронавируса, все те ограничения по невозможности сбора зрительских залов и так далее. Значит, он большой молодец. И то, что сюда приехал театр Вахтангова, я тоже знаю и слышу от многих жителей восторженные отклики. Обязательно мы поблагодарим организаторов «Амурской осени». Мне, к сожалению, побывать пока не удалось. Ну, такой график, к сожалению. Но еще раз повторяю, что, конечно, театр такого уровня, он вносит яркие очень краски в палитру нашей культурной жизни. Такие проекты, конечно, нужно поддерживать, а их инициаторов благодарить. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok